Итак, всем добрый вечер. И у нас сегодня семинар, посвященный новым возможностям версии CoralDraw 2021, который вышел очень недавно, буквально на прошлой неделе почти что. С нами тут на связи Сергей Фенев, директор фирмы Coral. Я представлюсь, меня зовут Павлов Юрий Евгеньевич. Я читаю курсы графики, веб-дизайна, кодирование, юзабилити и прочие моменты. И с Coral работаю уже более 20 лет, начиная с версии 3. Это моя любимая программа, и я ее использую где только можно. И у нас в центре преподавания Coral идет достаточно регулярно. И, в принципе, у нас был один уровень, потом появился сейчас еще второй уровень. Вот, не сейчас, а достаточно давно тоже появился второй уровень. И, в принципе, мы Coral, в общем-то, очень любим. И эта программа, она из первых графических программ, которая у нас ведет преподавание на русском языке. Вот, это очень здорово, и это очень приятно всем. Потому что, например, родовские программы у нас идут на английском. Как вы понимаете, с английским языком не у всех все хорошо. Так, я сейчас покажусь, выйду из тени. Вот, это вот я. Наверное, меня немножечко видно там. А я включил камеру. Потом отключу, чтобы уменьшить поток. Вот. И у нас вот эта версия Coral Draw 21. Мы сейчас пока сильно торопиться не будем переходить. Но я думаю, в мае на нее мы потихонечку перейдем, чтобы у нас все было, в общем-то, хорошо и все чудесно. Ну, про наш центр говорить можно. Очень много хорошего, очень много замечательного. Что мы вот такие хорошие. Очень много людей, лет учим людей. Люди нам благодарны. Вот. И, в принципе, те люди, которых мы обучили, они, надеюсь, чувствуют себя хорошо. Кстати, плюсики поставьте, кто с Coral уже имел дело. Из присутствующих, как, в принципе, вы уже на нем работали, пробовали, как. Или здесь у нас девички сплошные, плюсики в чат, если уже с Coral связывались. Вот, есть наши люди. Прекрасно. И у нас есть разные вот эти варианты обучения. Может быть, вы слышали очное обучение. Вы знаете, я по нему жутко соскучился, потому что у нас очень долгое время все шло в онлайне. Вот. И сейчас у нас, в общем-то, потихонечку обратно все возвращается. Будем надеяться, что вернется. Кстати, прошлая презентация Coral, которую официально Coral проводил, была целиком в онлайне. Сейчас я, правда, знаете, как могу сказать, я сижу в аудитории. Я один в аудитории. У нас записался один человек очный, но, наверное, он решил тоже по вебинару подключиться. Вот. Все остальные сидят на онлайне. Ну, тоже, в принципе, нормально. Но учтите, что очное обучение у нас тоже уже есть во всех. Вот. Так. Это вот все это про нас, в общем-то. Все это хорошее такое. Но теперь про поводу Coral. По поводу Coral тоже, можно сказать, очень много всего хорошего. Вот. И, в принципе, Coral себя очень хорошо зарекомендовал в плане сотрудничества. То есть у нас прекрасные отношения с российским отделением фирмы Coral. И прекрасно совершенно идут занятия на абсолютно официальных версиях Coral. Это нам очень приятно. Спасибо большое Сергею Финеву. Сергей, как вы, вам хотели что-то сказать, по-моему, нет? Как вам передать управление? Конечно. Я, извиняюсь, у меня какая-то проблема с видеокамерой, поэтому у меня вместо моего изображения черный экран. Вот. Но я думаю, что не это самое главное. Я очень ценю сотрудничество между нашими компаниями. Насколько я помню, Юр, мы с тобой уже общаемся лет 20, наверное. Да. С 2006 года я возглавил компанию Coral. Я помню, что ты даже читал первые годы, несколько раз ты читал от нашего лица, представлял новые версии. Но, возвращаясь к дню сегодняшнему, мы все равно очень тесно, очень эффективно сотрудничаем со специалистом. Соответственно, ваш учебный центр, он действительно лучший в России. И, надеюсь, продолжать данное сотрудничество. Что касается вышедшей новой версии нашего графического пакета CoralDraw 2021, я считаю, что это один из наиболее удачных запусков. Действительно, большое количество новых функций вместе с повышенной стабильностью работы, вместе с столь актуальной сейчас совместной работой. И все это делает его достаточно интересным для наших пользователей. И, в общем-то, тот факт, что за последний год у нас идет определенный, ну, не стыдно сказать, рост продаж, это лишь подтверждает мои слова, что мы действительно в своих возможностях, предоставляемых нашим заказчикам, продвинулись ближе к их нуждам. Ну, вот, наверное, я не буду этими бюрократическими фразами закрываться и передам, Юр, обратно, Алла Верды тебе, чтобы ты рассказал про нашу программу дальше. Спасибо большое, Сергей. Вот вы слышали Сергея Финева. Это совершенно замечательный представитель фирмы Coral, человек, который всегда нам помогает во всем, и будем надеяться, что мы ему тоже в чем-то будем помогать. Вот так, ну, вернемся к нашему любимому Coral. В принципе, вот версия Coral 2021, она, есть очень красивые картинки, я вот показываю презентацию, которая пришла от самого Coral. Вы наверняка видели самые разные сюжеты, сделанные в Coral. Вот, и, в принципе, вы видели, что на нем можно делать самые разные вещи. Вот, и, в принципе, у нас на курсах мы, конечно, рассматриваем вот эти моменты, но вот, смотрите, здесь вот в новых версиях Coral, в новой версии Coral появилась вот такая штука, очень интересный комментарий в реальном времени. То есть можно обсуждать, что это все там, в общем-то, ваше дизайне, дизайн с заказчиками и, в общем-то, обсуждать какие-то моменты. Это здорово, потому что, ну, а как по-другому? По-другому, в принципе, общаемся через почту, через соцсети и так далее, а здесь можно прямо в Coral все это делать. Вот, там хаб для хранения информации для облачных файлов. И, в принципе, Coral Draw Up. Я немножечко покажу сегодня приложение, которое работает в онлайне. Вот, оно сейчас еще, возможно, через Teams, Microsoft Teams. В принципе, мы Teams некоторое время использовали, но, к сожалению, Teams у нас создал ряд трудностей для наших слушателей, и мы сейчас используем гораздо реже. И сейчас мы вернулись на GoToMeeting, через который сейчас идет трансляция. Вот, в Teams очень продвинуто чаты сделаны, там можно и с картинками, там, в общем, очень удобно, потому что GoToMeeting не так. Все здорово. Вот, ну, видите, вот Coral Draw вписался и сюда тоже. В принципе, обсуждать можно и здесь, это классно. Так, идем дальше. Поддержка Microsoft Surface. В принципе, появились возможности с крутилками всякими пользоваться, но я, если честно, не использую Microsoft Surface. Я использую обычный десктоп, использую обычный ноутбук, использую обычный MacBook, для которого тоже Coral есть сейчас. И, в принципе, для Mac он очень сильно ожидался, потому что люди работали через виртуалки. А так, в принципе, MacBook, в принципе, платформа все-таки достаточно неплохая. И Coral когда-то, давно был на Mac. Может быть, кто даже застал эти времена, я застал, но это было не очень удобно работать. У меня была одна кнопочная мышь, огромный Mac, отличная полиграфическая дизайнерская фирма. Но, к сожалению, в общем-то, Coral потом перестал для Mac выпускать. Сейчас снова есть версия для Mac. Вот. Так. Это очень здорово. Вот. Для iPad еще не пробовал, скажу честно. Надо будет попробовать для iPad. В принципе, загрузить. Забыл про него просто. И подсенсорный экран. Возможно, что сенсорный монитор будет здесь очень здорово работать. Я очень давно записал ролик работы с сенсорным монитором. Вы знаете, как-то, ну, я не скажу, что был в сильном восторге, в общем-то, от сенсора работы с сенсорным монитором. Может, сейчас что-то стало лучше. Но только у меня монитора сенсорного больше нет. Так. И то, что я его разбил, он просто не знает где. Вот. А вот теперь самое вкусное как раз. Что здесь нового появилось? Я сейчас уже отключу камеру. Я думаю, вы меня насмотрелись уже. Вот. Чтобы места больше было для сюжетов. И перспектива. Вообще, вот эта идея перспективы, она, конечно, очень ожидаема. И то, что можно работать в трехмерном пространстве, это, ну, как бы классно. Вот. И я сейчас просто покажу вот такой момент. Вот, в принципе, как работа в Core или ввелась, если вам нужно что-то такое тип 3D. Здесь есть такая возможность. Называется оболочка. Я ее беру, вот так вот тяну, если... О, господи, извините, какая оболочка. Это не оболочка, это вытянуть. Экструд. Вы знаете, я так к английскому интерфейсу привык, что до сих пор, в общем-то, с русским иногда что-то путают. Вот. Вот такая замечательная штука получилась. Вот. Вот, видите, вот такая штука получилась. В принципе, ну, в общем-то, кубик хороший такой, замечательный кубик. Вот, кстати говоря, в Core или предусмотрена даже такая вещь. Видите, вот так вот, да? Ну, в общем-то, не очень похоже, мягко говоря. А если сделать вот так вот. Кстати, вот эта штука, что я сейчас покажу, она, в общем-то, то работает, то не работает. Сейчас посмотрим. Называется общая точка, так, привязка точек исхода к странице. Вот. Привязка точек исхода перспектив к странице. И теперь я вот так вот тащу, тащу, тащу. Сейчас что-нибудь нажму, чтобы ровненько шел. Вот. И видите, как получается. То есть, в принципе, уже больше похоже. Если я беру вот так вот этот объект, опущу вниз вот сюда вот, то, видите, вот так получается. Если я подниму сюда вот так вот, вот так. Вот. Нет, это неправильно прошло. Чуть оно неправильно прошло. Еще разок подниму. О, вот сейчас правильно прошло. Видите, вот такая вот штука получается. И, в принципе, общая точка исхода перспектив у этих объектов работает. Но если я задумаю, например, нарисовать, вот здесь, сейчас, секундочку, тут забыл свой любимый программ. Включить. Один момент. А, моя любимая программа. Так. Фьюстон у нас проблемы. Сейчас, секундочку. Сейчас, один момент. Один момент. Один момент. Так. Смотрим. Ага, все. Все. Красно. Так. Вот. И если я хочу нарисовать здесь эллипс, например, или еще чуть-чуть нарисовать, что мне делать? Вот на этой границе хочу нарисовать. Очень простой выход. Не рисовать. Ну, как вам? По-моему, замечательно. Вот. Ну, то есть, в принципе, вот на таком уровне работать, в принципе, с 3D вполне можно. Вот. Но, в принципе, здесь смотрится как-то это по занятию. И я сейчас вам покажу вот такой интересный сюжет. Значит, смотрите. Картинка. Ну, давай, переключайся. Вот такая картинка. Ну, вот. Так. Вот я тут улетел. Вот. Вот эта картинка. Перед вами город. Узнали какой? Москва. Почти Москва. Лоттен перед вами. И вот такой вот сюжет. Теперь я хочу дополнить здесь чего-нибудь, чем-нибудь. Ну, например, вот люди идут. Я хочу здесь сделать пешеходный переход. Правда, у Лоттенса там своеобразные пешеходные переходы. Ну, сделаем по-русски пешеходный переход, чтобы они привыкали уже к новым реалиям. Вот. И теперь как я это сделаю? Ну, конечно, я могу нарисовать здесь вот прямоугольник, потом его исказить и так далее. Закрасить, конечно, в белый цвет, и все будет замечательно. Ну, я воспользуюсь вот такой функцией. Итак, вот это то, что появилось новое. У меня, кстати, сейчас включен режим, когда подкрашивается другим цветом новой функции. и объект перспектива. Перспектива рисунки перспективы. Кстати, обращу ваше внимание на то, что видите, вот эта вот операция перспектива, объект перспективы, с одной стороны вроде относится к объекту, то есть к объекту. Объект логично, типа он выделен там и так далее. А с другой стороны, она работает, когда ничего не выйдет. То есть если вы выделите объект, то эта штука у вас, как-то вот видите, рисунок перспективы становится недоступным. То есть ничего не должно быть. Вот такая логика. Итак, объект перспектива, рисунок в перспективе. Теперь я обвожу мой этот рисуночек, где я хочу натворить разных чудес. Прекрасно. Перед вами сетка. В сетке точка. Точка это линия, точка свода перспектив, за которую я могу тащить сюда. Тащу, тащу. Попал? Такое впечатление, что чуть пониже. Ну ладно, будем считать, что попал. Вот. Прекрасно. Эту я точечку обозначил. Они все туда сходятся. Перспективчики. Если сетка вас вызывает разные фобии, ее можно отключить. Но в принципе, когда она включена, фобий становится меньше все-таки. Теперь я попробую чуть нарисовать. Используем эти сетки. Так. Прямоугольник. Так. Почти похоже. Единственное, что прямоугольник, видите, с кружочками. Но не там. А почему не там? А потому что я могу теперь здесь, вот здесь, вот здесь могу задавать, а на какой стороне я рисую. Сейчас, если у меня включен первый прямоугольник, я рисую, как обычно. Если включен не первый, я рисую в перспективе. Ну что ж, нарисую-ка я в перспективе. Это в сторону. Так. Сверху. Да? Верхнюю. Понятно, что сверху. Вот я вот здесь вот верхнюю сверху рисую. Так. Ну-ка. Ой. Что-то я тут размахнулся. Ну, наверное, вот так вот. Вот так вот. Я сейчас вот беленьким закрашу, контур уберу. Вот что-то в этом роде. Ну, в принципе, наверное, можно подвинуть этот объект. Вот не сразу же он там это сразу. Так. Вот отсюда вот так, допустим, идет. Так, прекрасно. Ну, вот эти люди идут. Протянем дорожку. Протянем дорожку сюда. Так, 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 так. Вот сюда, например. О, прелесть какая. Красота. О, слушайте. Иудея хорошая, но только промежуточные точки тоже нужны. Как мы и сделаем? Ну, в принципе, например, так. Так. И контрол. Ир. О, все супер. Вот смотрите, как оно прекрасно туда вошло. Вот, все. Теперь они правильно идут. А то, может, правила нарушали бы, их штрафовали бы. Кстати, интересный вопрос. Наверное, многие из вас знают функцию перетекания в короле. Идея следующая. Я вот эту всю эту рунду удаляю. Вот. Остается у меня две штучки. И теперь я попробую сделать перетекание. Кстати, то, что я сейчас вам буду показывать, не исключено, что корол начнет немножечко падать. Вот. Возможно. Можно, а может быть, не начнет. Это мы скоро знаем. Итак, перетекание. То есть сейчас, в принципе, у меня пойдет преобразование от этого объекта к этому объекту. О, ну, паньки. О, красота какая. Зачем мне 20 шагов? Меньше. 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 Вот так. По-моему, нормально, да? Красота. Вот. Попробую подвинуть крайний объект куда-нибудь вот сюда, например. Сюда. О, все сместилось. Все прекрасно. А этот сюда подвинул. Сюда подвинул. Вот. Чудо. Вот. Так. Теперь. В принципе, видите, вот такая штука работает. Вот. Но, возможно, что кто-то из вас имел дело с Adobe. Я тут Adobe буду регулярно вспоминать, с вашим позволением. Программу Adobe Illustrator. А там есть сетки перспектив тоже в Adobe Illustrator. Они есть давно, но как-то они странно развиваются. Точнее, вообще никак не развиваются. А CoreLit штука первая и появилась. Вот сейчас мы смотрим, как эта штука здесь работает. Давайте немножечко с хулиганем. Напишем на борту. Вот здесь, в моей машинке, надпись CoreL. Вот. Напишем CoreL. А как мы напишем CoreL? Ведь это, смотрите, у нас не сверху, да. У нас получается сбоку. Сбоку. А где? С какого боку? Вот. Сторона. Рисуем на стороне. Вас может немножечко смутить вид этого кубика. Я вам тоже смутил бы. Потому что я рисую вот здесь, да. А в принципе, сторона-то другая. Но на эту тему не переживайте. Он нарисует там, где надо. Итак. Оп. CoreL. Оп. Так. Да. Нет. Мысль не переживать была хорошая. Но только со словами не переживайте, я грань-то не переключил. Вот засада. И где же оно там окажется-то? Мам, дорогая. Ой. Что делать? Так. Попробую так. Правой кнопкой переместить на плоскость. На боковую. Интересно, куда ее загвинуть сейчас. Ух ты. Слушайте. Я примерно там рисовал. О, как красота-то какая. Ох. Клепота. Вон он. CoreL. Вон. Вон. Угу. Так. У меня вот такой ко всем вопрос. Вот сейчас, видите, вот этот сюжет. Я сейчас пока отключу эти линии, чтобы они не мешались. Вот как... Так. Сейчас, секундочку. Я этот вопрос вот сюда вот. И сейчас, знаете, немножечко вот так сделаю. Я еще этот текст сделаю. Вот так вот еще сделаю его поменьше. 24. Ну, 18 пусть будет. Вот так как-то. Так вот, например. Вот. Так. Вопрос. Как бы вы оценили, в принципе, на степень достоверности того, что сейчас получается в перспективе? Давайте так. 5. Все там идеально получилось. 4. Ну, почти хорошо. Ну, в смысле, хорошо. 3. Есть такие недочеты всякие там. Ну, а ниже это все плохо. Просто интересно. Как? Ну, в процентах тоже можно. 100% Евгений пишет. Ага, спасибо. Ну, ладно. В принципе. Остальные. 5%. 5% Сергей. Ну, я, наверное, вас понимаю по поводу слова Coral. Как-то оно неправильно прошло. Я могу, к сожалению, только констатировать, что, наверное, я сам мог это чуть-чуть, это точку схода не совсем точно подправить. Ну, а вот здесь вот один неприятный момент. Дело в том, что задав точку схода, я ее поменять могу, но это ни на что не повлияет. То есть повлияет на новые объекты. Поэтому точку схода перемещать сейчас крайне нежелательно. Иначе вы будете рисовать в новой реальности. И получается, что если вам нужно объекты, так сказать, на другую точку схода переместить, вам тогда их надо будет, ну, как бы заново воспроизводить от хозяйства. То есть просто переместить вот эти точки схода без того, чтобы с тем, чтобы у вас все автоматно сдвинулось, пока не получается. Будем надеяться, что эту функцию тоже Coral, в общем-то, осилит. И еще одна неприятная штука при работе с перспективой. Иногда здесь очень странно работает Ctrl-Z, откат назад. Он меня иногда так интересно откатывал, что я думал, что кто виноват и что делается. Вот, ну ладно, так, продолжим. Теперь, следующий момент. Следующий момент такой. Ну, тут я, честно скажу, немножечко, может быть, с хулиганом. И смотрите, вот сюжет вот такой идет. А я хочу нарисовать, ну, может быть, это люк. Люк, может быть. Ну, в принципе, у нас может быть, у англичан, наверное, тоже может быть люк. Как выглядит люк? Вы, наверное, знаете все, как выглядит люк. Я тоже видел. Вон, это круг. Круг это люк, люк это круг. Итак, кнопочкой Ctrl я рисую круг. Да, я не забыл переключиться. Смотрите, какой молодец. Это круг. А это люк. Не знаю. Тут чего-то все-таки, по-моему, здесь это вот. Так. Но, если что, я могу видеть. Ой, нет, могу, конечно, я могу. О, кстати, вот так, по-моему, более достоверно. Сейчас, если честно, глаза могут немножечко замяться. Вот, я чуть это, вот это вот начальный, помните люк был. Но, смотрите, какой момент. И это немножечко момент меня, в общем, немножко удивил. Это был круг. Это, Corel знает, что я нарисовал круг. Теперь, я могу этот объект переместить на плоскость, на прямоугольную. То есть, как будто бы это был обычный объект. Мы с вами получаем вот такой, но это точно не круг. То есть, если я его снова перемещу на верхнюю плоскость, я снова получаю вот этот замечательный люк. Сейчас его дотяну. Зараз какая. Полдит, полдит, полдит. Вот он. Ну, вот, при рторсе получилось. То есть, получается, что как-то это не круг. В общем-то. Хотя я с Control рисовал. Попробуем пойти другим путем. Получится ли сделать там идеальный самый люк. Я буду рисовать сейчас вот в обычном режиме. Я сейчас ткнул вот сюда вот. Эта кнопочка означает, что я не рисую перспективу. Рисую просто. Итак, с Control. Но никто не будет возражать, что это круг. Единственное, знаете, какой момент. Когда вы работаете с этой перспективой, надо очень аккуратно работать вот с чем. С размерами. Помните, какого размера был этот люк? Вот я сейчас такого же размера. В смысле, ну да. Круг. Как бы круг. Такого же размера сейчас его сделаю. Во, какой он был здоровый. Пусть он пока будет не закрашен. Вот. Прекрасно. Теперь я его правой кнопочкой перемещаю на плоскость. А что он там вот так? Покедривается. Переместить на плоскость. Так. Не хочет. Ничего не хочет. Чего-то не хочет перемещать на плоскость. Хотя я вроде бы правильно нахожусь. Так. Это есть на плоскость. Вот сюда на прямоугольную. Вот сюда. Вот это работает. На верхнюю. Теперь это. О, заработало. Ну, если видишь на улице люк, это может быть и глюк. Итак, на верхнюю. О! Смотрите, как получилось. Ну, сейчас, по-моему, похоже. Вот это был чистый круг. Сейчас я его обратно преобразую на прямоугольную. О! Идеальный круг. Снова преобразую его на верхнюю. Снова идеальный круг. Вот такая штука. То есть в маленьком режиме. Если вам нужно создавать точные объекты, это вот, например, квадратики, равносторонние, да, вот объекты, эллипсы и прочее, это лучше делать не в режиме перспектива. Это лучше делать в обычном режиме, то есть вот в этой кнопочке. А потом это дело повесить уже туда, на перспективу, переместить на нужную плоскость. И тогда все абсолютно корректно. Ну, сейчас, по-моему, нормально смотрится совершенно. Вот. Теперь другой момент еще. Смотрите. У меня этот объект находится на вот этой самой дорожке. Да, кстати, видите, он тоже вот так вот. Так вот. В принципе, я могу из люков много создать, в принципе, если что. Это чьи-то следы. Кто-то там шел по этой дороге. Куда-туда шел. Вот. Итак. А вот теперь я попробую сделать такую штуку. Итак. Вот этот объект идет. А я хочу, знаете, вокруг него крутануть. Какой-то еще объект. У Королла есть такая замечательная функция. Так. Она правильно нарисовал. Сейчас эта штучка будет красная. Такая красная будет штучка. И я сейчас ее крутану вокруг этого объекта. Это у нас объекты вдоль пути. Сколько их там надо? Допустим, 10. 10. Применить. Ой, мама дорогая. Да. Вот. Так вот. Ой-ой. Ctrl-Z. Ой, Ctrl-Z страшно нажимать. Нет. Все целы. Тогда поступим по-другому. Люк преобразуем в обычный режим на прямоугольную плоскость. Прекрасно. Размеры. А, я могу сейчас в стороне, чтобы не париться с теми объектами. Теперь рисую кружочек. Ой, вот такой кружочек. У меня будет такой красивый люк за зубинками. Так. Вот это надо вот так выделить. Два объекта. Ну и 20 этих самых. Я сейчас тут добавлю. О, какая красота. Блин. Не красота. Ну вот так вот. Такой у нас красивый люк получился. Он, по-моему, шикарный просто. Вообще бы я бы сгруппировал эту конструкцию группа. Вот. Теперь такой момент. Я сейчас буду его помещать. А, кстати, размер. Помните, какие размеры были? Размеры были большие. То есть мне нужно вот такой сделать. И лучше, если он будет находиться примерно там, где вы ожидаете, чтобы он правильно там пошел. Но тут как получится. Ну, например, здесь он находится. Итак. Переместить на... Ну, опять началось. Вот. Тогда я на треугольную. Теперь отказался перемещаться. Зараз какие, а? Воскресенье не хочет перемещать. Почему-то. Вот. Наверное, знаете, что-то. Наверное, он был слишком большой, что ли. Никого знает. То есть здесь вот, может быть, сейчас доступно. Вот так. Итак. На верхнюю. Вот. Так. Летящая тарелка получилась. А люк. Так. Люк. Люк-люк-люк-люк-люк-люк. Оп. Вот. Пожалуйста. Вот и люк. Видите, совершенно другое дело. Вот такая штука получилась. То есть, в принципе, я могу вот так вот, вот эти вот объекты, как видите, размещать. И, в принципе, в обычном режиме я могу все вот так вот воспроизводить в обычном режиме и потом перекладывать на нужную поверхность. Вот такая здесь ситуация получается. Также я могу, например, видите, вот идет вот этот объект, да, в принципе, я могу аналогично эликс нарисовать, в общем-то, находясь на нужной грани, а именно вот здесь вот. Например, вот видите, получается примерно такая штука. Вот, могу там из него сделать тип трехмерного, вот такое выдавливание и так далее. То есть, в принципе, вот эти все возможности у меня есть. Да, кстати, а получилось бы сейчас сделать экструд. О, это вообще сейчас будет шедевр. Итак, кавычка. Я к этому объекту применяю, это как ее там, вытянуть. Вот, все вроде хорошо. До первого перемещения. Все, после этого Ctrl Z, он это, ну, в общем, можно делить, нажимать. То есть, с эффектами пока это получается как-то вот не очень дружит с эффектами, но это все это, я думаю, будет, в общем-то, потихонечку стабилизироваться. Вот, так, ну, это мы сейчас с вами смотрели вот такой сюжет. Как видите, в принципе, вполне реальная конструкция. Вы по ней можете вот так вот рисовать. Я могу здесь плакаты размещать, самые разные при желании. Повесить здесь вот так плакат. Так вот. И написать там на этой грани. специалист.ру Приходите нам учиться. Так. Ну, я понял, что нам было две строчки. Согласен, да. Двамя щелчок. К нам. Не попасть туда. Так вот. Приходите к нам. К нам. Учиться. Ну-ка. Окей. Ну, да. Растяну его туда. Растяну сюда. Растяну вот так вот. Так вот. Вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. Реклама специалиста на улочке Лондона. Ну, вот такая штука. Ну, как вы понимаете, я могу этот плакат разместить и здесь тоже. Вот. Ну, а, кстати, вместе объекты не очень хорошо так вот ползают. Поэтому, в принципе, их придется вот так вот подгонять. Вот. Вот Лондон в нашей рекламе. По-моему, хорошо. Ему идет. Ну, а люки тут дело такое. Уберем половину люков. Ну, тут оставим красивый люк. Вот. Прелесть, да? Здорово. Так. Ну, я вам сейчас показываю вот так вот достаточно дотошно вот эту перспективу. Обращено некоторые моменты. Да, местами какие-то были вот мелкие там такие подковыки, когда что-то было недоступно, потом доступно. Пока Корл держится. Передал на вторую страничку. Тут нас нет. Значит, на третью. Вот такой сюжет. Вот. Так. Вот здесь вот вы видите, что работа ведется немножечко по-другому уже. И здесь используют две точки схода перспективы для таких сюжетов. Вот. Как это делается? В принципе, я не буду, конечно, его воспроизводить. У меня и времени на это нет. И я особо желаю тоже. Вот. Делается также объект перспективы. Но здесь надо, смотрите, держать ухо востро. Рисунок в перспективе. И надо вот здесь вот выбрать, какой вариант. У нас был сейчас однонаправленный вариант, который по умолчанию стоит. А нам нужны двунаправленные. Это две точки схода. Сейчас вы увидите, какие две точки схода. Я вот такую штуку нарисовал. Вот они, две точки схода. И у меня, видите, доступно уже три грани для рисования. Итак, попробую сейчас нарисовать самый обычный кубик. Вот так вот. Это верхняя грань. Теперь вот здесь будет левая грань. Вот так вот. Вот здесь самый прикольный момент. Это как попасть туда. Ну, вроде попал. И вот эта вот правая грань. Вот. Но я нарисую заднюю грань. Сейчас вот эта вот задняя грань будет вот так вот. Нарисую переднюю грань. Это у меня будет вот такая грань. Вот. Ну, да. Кстати, можно еще нарисовать вот ту грань. Ту грань. Я где-то там промахнулся. Вот. Смотрите, какая прелесть получается. Единственное, что получается, что вот я не могу подправить вот эту вот перспективу. То есть вот эту вот перспективу я вот таскаю. Ну, и теперь, если я буду что-то рисовать, это будет с учетом новой. А вот старые объекты остаются по-прежнему. Вот. Но если я сейчас эти вот объекты вот так вот выделю, вот эти дружно, допустим, я хочу их поменьше сделать. Да, их поменьше сделать. А, если, знаете, что я делаю? Я сейчас вот здесь заблокирую. Здесь такая кнопочка из блокировки. Потому что он любит там что-то вот цеплять, что не надо. Вот. Заблокировал. И вот так и выделится. Не хотят. Ладно. Сейчас понижал. Так. И нижняя не опускается тоже. Вот по одному вот так вот, видите, работает. Вот так вот работает очень хорошо по одному. Вот. По два. О, видно. А вот с двумя объектами получается вот такая штука. Наверное, он поэтому не хотел. У него какие-то там ментальные разъезжания. Вот. То есть все по одному работает, а по два работает, но не так. Если их сгруппировать, эти два объекта, объекты сгруппировать, то лучше не стали. Кстати, интересно, знаете, какой момент? Вы видите сейчас вот этот сюжет. Если, например, в этом объекте я хочу немножко схулиганить. Например, я хочу ему здесь сделать выемку какую-то. Вот. Допустим, вот так. Ну, вот так. То есть вот такая там будет. С той стороны. Бяка. Ну, вот. Как тогда быть? Да, тогда я могу воспользовать инструмент вот это вот. Создание перо шепер. Вот этот вот. Делать здесь двойной щелчок. Но сначала перевести в кривую. Интересно, что это за объект. Обратите внимание. Вам видно, вот что стало с объектом. На время редактирования узлов объект отображается по-другому. Как бы в обычном варианте. Не в развернутом, а в обычном варианте. Вот. Я сейчас вот его сюда вот дальше протащу. И дальше перехожу в обычный режим. И видите, он стал вот туда на место. Так вот. Вот. Да, там еще вот тот объект. Есть вот тот вот. Да, который вот. Вот этот вот объект. Я вот тоже перевожу в кривую. Тоже ему сейчас попробую. Вот видите, где он стал. Я тоже не вижу. Мам, дорогая. Это что? Это вот мне надо вот эту точку. Ну, то есть подправить его сейчас я, конечно, могу. Но куда он там сядет? Ну, вот видите, вот так он сел. И что всем дальше делать? Дальше у вас стоит справить его вот так же. Вот в таком варианте. Я видел, что не хватает. Вот я сейчас дальше оттащил. Ну, смотрите. Мне одна итерация, кажется, осталась. Но я делать не буду. Потому что я думаю, вам все понятно. Вот. Но таким образом я могу вот эти объекты вправить. Кстати, Ctrl-Z попробую откатить назад, когда они были все ровные. Все ровные. Но если, например, я захочу у этого объекта сейчас, ну, допустим, у этого объекта, вот он опять в кривый перевел, я захочу вычесть какой-то объект из него вот здесь вот. То есть я вот так вот рисую. Допустим, вот так вот. Вот. Выбираю два объекта и нажимаю вычитание. То, в принципе, все вроде получилось. Но один маленький нюанс. Вот оно, вычитание прошло. Вот мой объект такой вот идет. Вот он идет. Ну, теперь смотрите. Я его перемещаю. И этот объект перемещаю. И как только вот эта операция вычитания была сделана, этот объект превратился как бы в кривый, и он уже не связан с этим пространством. То есть этот объект уже самый обычный идет. И уже, ну, получается, что я его как бы потерял. Он же у меня правильно был расположен. И получается, что все, вот, мои объекты рассыпались. Отключу назад. А как тогда надо было делать? Тогда надо было делать таким образом. И этот объект тогда правой кнопочкой переместить на плоскость, на прямоугольную. Вот так вот он переместился. Затем вычитаю здесь, что хотел вычистить. Беру, чтобы он мешался. И теперь обратно перемещаю этот объект на правую. Что на правую? А, на правую? Нет, не на правую. Тут, вот, видите, он мне что-то дает. Может быть, нас надо вот сюда куда-то переместить, чтобы он на правую. Хочешь на правую? Зараза такая. Так. Ладно, мы его сейчас вот так уменьшим. И... Стропочек на правую. А мне не надо на правую. Не надо на другую. Или не на правую. О, на какую мне, кстати, надо. Нет, слушайте, а может, не действительно на правую надо было? Я что-то это вот... Так. Ну, в принципе, почти похож, только он должен быть как-то на левую. Вот это вот. А он почему-то так, на разом не видно. Я, например, перекрыл эту операцию на левую, на левую. Так, это был не тот объект. Я сейчас их доломаю. О, на левую. О, на левую. О, ну-ка. Вот он на левую. На левую. Я его сейчас так увеличиваю. Так. Ну-ка. Сюда дотягиваю. Ну, дальше здесь подгонять остается. Вот эти вопросы подгонки. Это еще надо будет Королу, конечно, подумать на эту тему. Потому что сейчас, видите, вот фиг так просто подгонишь его. В общем, он такая штука получается. Кстати, вы видите, что сейчас объект смотрится в таком варианте. А если вот сейчас вот продлю, видите, как он красиво, аккуратненько продлевает. Вот сюда. Раз. Вот так вот. Да, и очень красиво продлел. То есть, в принципе, вот получается, что я могу вот эти вот операции использовать, вот эти вот перспективные, для объектов, которые, ну, просто перемещение, копирование и так далее, трансформации простые. А если нужны какие-то работы с формой, то можно преобразовать вначале в обычный вариант и потом доделывать. Уже переводить на нужную графику. Вот. Такие вот сюжеты. Вы видите здесь вот такие вот моменты. Вот картинки можно, растровые и все так далее. Здесь не играет роли, кого помещать туда. Единственное, что сразу скажу, если вы будете эти самые сетки градиентов, не очень здорово получать, мягко говоря. Вот. И там узоры тоже не получится. Узоры паттерна, так называемые, не пойдут у вас в перспективу. Если растрировать, то пойдут. Если не растрировать, то не пойдут. Вот такой сюжет. А в этом сюжете вы видите уже чуть-чуть более сложная такая картина. Здесь три точки схода перспективы. И чтобы создать такую красоту, я перехожу рисунок в перспективе. Говорю, здесь такая штука. Трех направлен. А может вниз, можно сверху на него смотреть. Вот такая штука получается. Ну и дальше я рисую свои любимые прямоугольники. Так. Допустим, левая грань. Левая грань идет. Ну дальше, как вы понимаете, пойдет правая грань. Ой, я не удачно нарисовал. И у нас было... И у нас... Вот эта штука... Так вот. Вот так. И теперь левая грань. Скачет как-то плохая. Вот привязки отключить нафиг они уже тут пойдут. Что-то у меня вроде отключено. Так, это признается вот отсюда. Вот. Левая грань, правая грань. Есть. И верхняя грань. Верхняя вот эта грань. Так вот. Так. Вот. Как хорошо, когда привязки не мешают. Оп. О, прекрасно. Ну вот, все сошлось. А, ну да. Я ткнул в работу с формой, и он мне сразу показал все, что думал. Вот такая вот штука получается. Кстати, удастся ее сейчас подвинуть куда-нибудь. Видите, вот не двигается. Опять что-то ему там мешает. То есть, возможно, что эти объекты будут не совсем правильно двигаться вместе. Он как-то их иначе трактует. То есть, если я хочу подвинуть эту конструкцию, я, допустим, двигаю вот этот объект, потом двигаю вот этот объект. Видите, что получается. Вот. Вот как он пошел. Да, он мне неправильно. Ну, как он? Может, конечно, правильно меня понял. Вот. Или я его неправильно понял. Вот так получается. И вот эту часть тоже. Я сейчас, допустим. Видите, что получается. Вот как. И теперь вот так вот. И вроде вот так, видите, все сошло. Все хорошо. Вот такие проблемки здесь, в общем-то, возникают. Вот. Кстати, когда завершается работа, вот здесь кнопочка готова. Слева есть готова. Я нажимаю. И все. Вот этот сюжет готов. В принципе, если я могу, хочу его, так сказать, это вот разбить на обычный объект, вот разъединить, и я получаю набор объектов. А если я хочу здесь исправить, я нажимаю изменить. Вот здесь вот кнопочка изменить. И работаю дальше вот с этой перспективой. Вот такая интересная штука появилась в Короле. В принципе, ее еще предстоит осознать и задействовать, так сказать, на нужды. Вот. Работать надо аккуратно. Я бы работал здесь, постоянно сохраняясь. Потому что, если что, Ctrl-Z вам вас может откатить не совсем туда. Вот. Так. Ну, это вот была перспектива. Что еще интересно в Короле вкусненького добавил? Сейчас я покажу быстренько. На вот этом примере уже. Вот. Добавилась вот такая штука. Это у нас перспективы идут. Многостраничный просмотр. Сейчас вот так выберу. И вот здесь добавилась такая штука. Видит многостраничный просмотр. Многостраничный просмотр. Сейчас будет многостраниц. Что лично. Они идут. Целый пуча страниц. Кстати, в этом режиме я могу работать с картинками. Могу перемещать чего-то там куда-нибудь. Допустим, этот текст могу подвигать. Вот так вот. Да, все работает. Вот. И могу теперь открыть панельку. Новую панельку страниц называется. Она в объектах есть и так далее. Вот. Странички идут. И сейчас я могу вот так вот по одной страничке показывать. Здесь вот такие вот варианты. Могу сразу целую кучу. Могу, кстати, организовать. Вот так вот. Могу по вертикали. Могу по горизонтали. Могу как хочу. Это вариант называется последний. Раз. Последний вариант. И здесь тогда я могу из странички таскать, куда захочу. Кого-то сделать больше. Кого-то сделать. Ой. Сделал больше. Надо было сначала утащить. Вот. То есть, в принципе, вот это все можно вот так вот регулировать. Все, как видите, замечательно. Вот. Так что вот такой режим. Ну, конечно, всегда может переключиться в обычный вариант. Чем многостраничный режим удобен? Когда многостраничный, это очень удобно. Вот. Так что всякие бывают нужности на эту тему. Но другой вопрос, потянет ли Coral, так сказать, со скоростью. Здесь много страничек будет. Боюсь, что это будет очень хорошая нагрузка на систему. Вот. Появился здесь очень симпатичный экспорт. Вот здесь. Так. Это, наверное, здесь вот у нас окна. Панель инструментов. Нет. Окна настроек. Здесь экспорт. Вот он. Вот. Экспорт. И здесь я могу, например, выделить какой-то объект. Вот. И выберите объект и нажмите кнопочку добавить. Вот. Мне по-русски написали, что надо добавить. Ну, нажал, добавил. Да, в принципе. Но здесь еще можно дублировать. Вот так нажать. И я могу сказать, что это давай в GIF, давай в PNG. И потом внизу кнопочка экспортирует все. То есть я выбираю объект, который нужно экспортировать. Выбираю здесь настройки. Я могу сказать 200 точек. Могу сказать не 200 точек. Вот. Могу сказать ему 300 точек. Для PNG, конечно, это очень... А что мне 300 точек задать? 300 точек. Окей. Вот. И здесь у меня, видите, 300 точек. Есть? 300. Вот такая штука. Единственное, что меня удивило, почему там нету SVG. Вот это вот как странно. Потому что, в принципе, такой вариант для веба очень даже актуален. Но SVG здесь нет. Все остальное есть. Ну, все остальное есть уже хорошо. Вот такой экспорт. Ну, тему комментирования я показывать не буду. Тут, в принципе, надо входить куда-то там и прочие моменты. Ну, и вот это как раз тема обсуждения дизайнов и так далее. Вот. И, в принципе, для iPad тоже пройдем мимо. Так, по-моему, мы это видели уже. Почему-то не видели. Мы все видели, что ли? Странички. А, да. Вот, смотрите, прикольная штука. Автопогон страницы. Вот такой сюжет, например, идет. Видите, вот такой. Да, вот такой сюжет. Но сюжет явно меньше странички. А я хочу подогнать по страничкам. У меня вот эта опция отключилась. А, вот. Потому что она работает с этой страничкой. Вот такая опция появилась здесь. Вот такая. Она работает, когда ничего не выделено, с текущей страницы. Что она делает? Она делает вот такой автопогон. Автопогон, но она его что-то вот не стала делать. Наверное, там все хорошо. Я на своем файле покажу. Вот. У меня вот этот сюжет есть. Итак. Ок. 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 Пожалуйста. В принципе, может быть, кто из вас знаком, кнопочка F4 такая в Corel. Есть очень удобная. Она показывает сразу все объекты. F4, чтобы они все были видны. Вот. Ну, вот автопогон делает то же самое, в общем-то, но с размерами страницы. Так что вот такая полезная штучка. Вот. Так. Ну, и, конечно, не могу не показать, что в последний момент. Это у нас CorelDRAW UP. Такая штука. CorelDRAW UP. Сейчас один момент. Вот. Браузер. Вот. CorelDRAW. Ух ты. CorelDRAW. О, есть. DRAW. Ну, да. Если букву L добавить, то... Так. Сейчас мы ждем, пока он там закрутится. Пока он что-то там такое сделает. И в какой-то момент мне выдаст. Выдаст мне в какой-то момент. Когда-то вот сейчас уже почти что он уже вот сейчас выдал. Это окошко. Вход с лицензией. Да. Без лицензии входа у вас не получится. Сохранять пароль не будет. Вот. В принципе, здесь тоже много чего хорошего можно сделать. Но я, кстати, из Corel мог сохранить в облака. Я не стал на это время терять. В общем-то, я там дома заранее сохранил. Сюжет вот такой. Вот он идет. В принципе. Двоеным щелчком его открываю. Вам знакомый сюжет. Ну, вот. Пытаясь здесь открыть большой файл. Знаете, большой файл. Три мегабайта целых. Это такой огромный-огромный файл. Кстати, на ту большую презентацию, которую я вам показывал, он мне так ее не смог открыть. Сказал, что не получилось. Вот. Вот такой сюжет идет. В принципе, а дальше я могу здесь рисовать объекты. Но здесь, конечно, нет таких на данный момент возможностей, которые есть в самом Corel с точки зрения перспектив всяких там. Но вот можно рисовать. Это облачный редактор, в принципе. И мы, кстати, на веб-дизайне используем такой редактор. Может быть, я слышал. Фигма. Фигма. Наш любимый редактор сейчас стал. Ну, это абсолютно бесплатная для обычной работы шикарная штука. Но здесь, видите, на экосистему Corel все завязано. И, в принципе, все с ним, в общем-то, здесь взаимодействуют. У меня там странички идут. Вот они. Вот здесь тоже можно в комментариях обсуждать. Там, видите, с правой стороны поделиться. Есть кнопочка. Есть комментарии. Вот там поделиться. Могу с другими людьми там обсуждать эти моменты. Вот. Я предполагаю, что надо будет на iPad попробовать Corel. Посмотреть, как идет взаимодействие с Corel Draw Up. Обратить интерес. Ну, вот, в принципе, вы видели вот такие совершенно волшебные возможности новой версии Corel. Они, по-моему, вдохновили. В общем-то, они позволяют вам подумать, как... Я не показывал PhotoPay. В принципе, все-таки это у нас в основном Corel Draw здесь идет. Вот. Потому что там куча языков, в принципе, как обычно. Вот. То есть, в принципе, вот с Corel здесь достаточно серьезные возможности вот эти добавились. Они, по-моему, можно сказать, революционные. Потому что они дают, так сказать, глоток свежего воздуха в полость, так сказать, изображения пространства. Вот. Как бы вы оценили вот эти вот возможности, уважаемые слушатели? Давайте так. По пятибалльной шкале 5 – это круто. Там 4 – это неплохо. 3 – там, ну, сойдет. Давай я такое видел в этом самом 3D Max и нафиг мне не надо. Так, вот. А, по-моему, тоже, вы знаете, с одной стороны, да, есть 3D Max и так далее, и другие 3D программы. Ну, вот, получается, что Corel, вот, нет, он не лезет в их, так сказать, сферу. Он или работает со своей сферой. И будем надеяться, что дальше Corel будет это все, в общем-то, улучшать. Потому что сначала положено. Кстати, а вы все заметили один очень важный момент. У меня Corel ни разу не свалился. О, как. А, так вот. И, кстати, можно сказать, и глюков-то особых и не было. То, что я вам показывал, там, вот эти моменты, да. Ну, как, ну, не глюки, там есть, что дорабатывать, скажем. Вот. Так, единственное, что, знаете, что, если есть вопросы, вы задавайте, если хотите, можете голосом. У меня тут все включено. Ну, если хотите в чате, да, вот можете задать вопросы. У нас еще наши должны были подключиться, вам сказать пару слов. Но вот, я так понимаю, они мне доверили сказать все эти пары слов. Вот. Я с большой удовольствием вам эти пары слов сказал. Так. Ну, если для кого там будут вопросы, я на всякий случай почту сейчас. Юрий Евгеньевич, меня слышно? Можно мне пару минут? Конечно. Ага, да, да. Наши администрации, да? Да. Дорогие друзья, меня зовут Карпович Лариса, я являюсь менеджером центра. Пара минут для тех, кто планирует обучение в нашем центре. Как вы знаете, курсов у нас очень много, полторы тысячи, много различных программ, много форматов обучения, работаем и очно, и онлайн. Поэтому, пожалуйста, в целях экономии времени, если есть планы на обучение в нашем центре, я оставлю свои контакты в чате, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Это сэкономит ваше время и, может быть, даже деньги, если менеджер подберет оптимальный вариант обучения по всем параметрам, по срокам, по цене и так далее. Может быть, у вас уже сейчас есть какие-то вопросы по обучению? Ну, видимо, вопросов нет. Буду рада ответить письменно, если будет желание связаться. Спасибо, ждем вас в нашем центре. Спасибо большое, Лариса. Ну, а я напомню, что у нас есть разные варианты обучения. Вот то, что мы сейчас смотрели, вы как вебинарией занимались. Есть еще вариант открытого обучения, это когда по записи занимаются. Сейчас у меня группа стартует с понедельника. Там очень много народу на Корол записалось. Ой, я забыл вам, знаете, какую вкусную штуку показать. Ой, как всегда, это десерт будет вам. Десерт, смотрите. По окончанию обучения мы нашим слушателям выписываем вот такие сертификаты, которые, так сказать, Сергей Ефенев в своей подписью, в общем-то, так сказать, фиксируют. И вот каждому получается вот такой сертификат на прохождение курса. Вот, так что вот каждому нашему слушателю полагается вот такой симпатичный сертификат. Но, конечно, при условии, что он выполнил работу. А то тут у меня были слушатели, они пропали на словах, где ваши ДЗшки. Ну, может, еще появится. Вот, у нас все строго не сделали задания, не получили сертификата. Вот такая штука. Вот, ну а что ж, тогда, наверное, я со всеми прощаюсь, вот, чтобы никого не задерживать. Спасибо всем за внимание, спасибо, что были с нами. И до новых встреч, не болейте, держитесь и гуляйте, воздухом дышите и к нам приходите. Все, кубинар, завершаем. Отдели, спасибо Сергею Пеневу за его участие. Спасибо.